Приветствую вас. Если вы говорите про любовь, то она, в смысле, любовь, подразумевает безусловное принятие человека, безусловное принятие человека таким, какой он есть. Вот. И мне видится и думается, что вот именно в вашем случае, не важно, что у вас разные вкусы, это нормально, вы можете при желании своем его вкусы сделать своими, то есть вы можете разделить с ним его увлечение. А в этом, я не вижу в этом ничего такого страшного, я не вижу в этом ничего такого прямо вот странного. странного, я не вижу в этом ничего такого аномального. Вот. И вопрос заключается в том, готовы ли вы сами, понимаете, вот готовы ли вы сами вот именно к тому, чтобы принять, допустим, человека, да, принять человека таким, какой он вот есть, с его какими-то проблемами, с его какими-то трудностями, с его какими-то особенностями, вот характера, особенностями поведения и прочее, прочее, прочее. Если готовы, то хорошо. Если не готовы, если вы считаете, что вам это неинтересно и не может быть интересно, то да, в таком случае, да, возможно, вам имеет действительно смысл разойтись. Вот. Тут сложно спорить с человеком, но пока что вот то, что вы описываете, можно назвать проявлением такой любовной, больше, зависимости. там, потому что, ну, вы говорите о любви, но в то же время говорите о том, что вы слишком разные и я не вижу у вас желания как-то вот идти на сближение. Вот. Так что, тут, мне кажется, вам очень важно определиться для себя, что вы сами все-таки хотите, да, то есть если вы любите, то хорошо, прекрасно и здорово, что вы любите человека, но как в таком случае проявляется ваша любовь к, ну, к молодому человеку, вот, как она проявляет эта самая любовь, вот, мне кажется, это важно, потому что если ваша любовь не проявляется никак, то, возможно, речь идет и не о любви вовсе, возможно, речь идет о чем-то другом, что вы, как вы думаете, любовь, но там, на самом деле, да, это не совсем любовь, вот, так что я не знаю, я пока просто высказываю такие предположения, а на основании вот того, что вы нам озвучиваете, вот, и мне кажется просто, что эти предположения, они основаны на том, что мы видим, и они основаны на том, что мы, вот, читаем здесь, судя по вашим, значит, словам, вот, возможно, вам просто имеет смысл увидеться с мужчиной пореже, вот, чтобы успеть соскучиться друг по другу, вот, и быть просто более естественными, более свободными, то есть вот именно вам, мне кажется, именно вам, имеет смысл быть более естественными, то есть мне кажется, что вы уделяете вот прям слишком много внимания, вот, отношениям, взаимодействиям между вами, вот, и это, конечно, тоже может накладывать какой-то отпечаток на ваше взаимодействие, вот, так что, так что, такая вот штука, такой ответ, мне кажется, можно вам отдать, опираться на то, что вы описали, вот, если вы человека, к примеру, боитесь потерять, если у вас есть прям вот страх того, что вы потеряете человек, то в таком случае я бы рекомендовал, конечно, больше внимания обратить к тому, чем лично вы живете, больше внимания обратить на то, что вы направлены, на что, на что ваши ресурсы направлены, вот, и так далее, вот, я думаю, такая история, думаю, примерно такой можно дать вам ответ, вот, запроса никакого вы не выдаёте, вот, я бы поисследовал ваше произворение, которое лежит в основе того, что вы, с одной стороны, человек вроде как любите, с другой стороны, с другой стороны вы слишком разные, и вы не готовы его принять, отпустить, хотя, понимаете, что счастливым этого не становится, вот, я бы поисследовал ваше противоречие, а там уже, дальше было бы видно, что делать, вот, ну, что делать и как. Так что, вот, такая вот история. На этом аноним у меня всё, я надеюсь, что это было вам полезно, если остались вопросы, дополнительные, вы можете задать мне их личку, я буду рад помочь вам, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.